Параллельные процессы в московском городском суде и в суде Верховном. Прокуратура требует ликвидировать два юридических лица. Мемориал правозащитный центр и Международное общество мемориал. В своих исках прокуроры написали про множественные нарушения закона об иностранных агентах. Судебное заседание Верховного суда Российской Федерации обставляется открытым и празднованием. Эту ситуацию с судебным преследованием мемориала обсуждали и на встрече российского президента с членами Совета по правам человека. И тогда Владимир Путин поставил в вину организации вовсе не отсутствие маркировки иностранный агент, а в частности ошибки в списке репрессированных, который составляет мемориал. По словам Путина, в нем оказалось несколько фамилий пособников нацистов, которые участвовали в том числе в расстреле евреев в Латвии. Мне кажется, что совершенно очевидно, претензии эти на самом деле к суде истории не имеют никакого отношения. Они имеют отношение к тому, что президент Российской Федерации не выразил свою поддержку организации и фактически дал понять, что верховная власть полностью в курсе ситуации, и верховная власть поддерживает идею ликвидации. Мемориал, к сожалению, неоднократно... Источником того, о чем говорил российский президент, который многократно признавался, что не пользуется интернетом, оказался интернет. А точнее, сообщение на страничке в фейсбуке израильского историка Аарона Шнейра. Он указал на ошибки в списках мемориала. И эту информацию тут же подхватили российские федеральные телеканалы. Насколько я понимаю, есть в списках иноагента и другие нацисты. Совершенно верно. И Шнейр нам о них рассказал в реестре иноагента мемориала, в том числе палачи и убийцы. Бору Горин изучает судьбы расстрелянных в годы репрессий раввинов. И в этом ему помогает мемориал. Он считает ошибки в базах данных, которые составляются с таким трудом, неизбежны. А пост в фейсбуке Аарона Шнейра использовали как повод. Мемориал, поспорив по форме, в сентябре этих людей из своей базы репрессированных извлек. Что в общем, на мой взгляд, единственное возможное окончание такого рода дискуссий. Потому что мемориал, негосударственная структура, собравшая больше трех миллионов имен репрессированных, не только не застрахован от ошибок, но эти ошибки неминуемы. Мемориал, по словам Боруха, по сути, национальный институт памяти. Как, например, Яд Вашем в Израиле, мемориал Холокоста, в списках которого тоже обнаруживали ошибки. Для меня крайне неприятно, что такого рода вопрос возник в качестве тезиса, почему мемориал, возможно, надо запрещать или по суду останавливать его деятельность. Потому что на одной чаше весов историческая память огромного народа, а на другой чаше весов научные ошибки неизбежны. В защиту мемориала выступили множество международных и российских организаций. А петицию в его поддержку подписали академики, ран, писатели, музыканты и политики. Преследование мемориала, попытка прокуратуры ликвидировать два юридических лица этой организации является фактическим наказанием за правозащитную работу этой организации, за то, что она делает с теми документами об истории репрессии в СССР, с тем, как эта организация оказывает правовые консультации людям сегодня, с тем, как она работает с политическими заключенными. Все это, без сомнения, беспрецедентное давление. Сам факт того, что все мы понимаем, это решение на самом деле принимается не в Верховном суде по отношению к международному мемориалу и не в Московском городском суде по отношению к правозащитному центру мемориала, а на другом уровне и на уровне исполнительной власти. Вот эта ситуация очень много говорит о сегодняшнем положении дел с правами человека в России. Израильский историк Арен Шнейр сегодня старается избегать общения с журналистами. Но свою позицию о ситуации с мемориалом он все же описал в интервью одному израильскому изданию. По его словам, деятельность мемориала чрезвычайно важна, так как восстанавливает подлинную историю России. А свою публикацию он назвал неким триггером, который могли использовать люди, желающие организацию уничтожить.